Привет! В 23-м году вышел дебютный альбом дуэта ТСБ и ОПТ с жёстким, тяжёлым дрилловым звучанием и с этническими нотками в битах. Ещё недавно вышел новый альбом Lil Crystal, на котором тоже дрил, но такой более лёгкий и воздушный. И на данный момент это две крайности в дриле на русском языке. И то и другое по-своему круто, и элементы обоих стилей точно ждут нас в 2024 году. Так что давайте разбираться, в чём основные отличия этих стилей и как писать подобные биты. Ну и ставь лайк видосу, если любишь посверлить. Для разбора я не стал использовать Ru Drill 6, потому что он, по-моему, менее колоритный, и там нет строчки про то, что мой прадед был казак, на фете Адиль он казах. Открывается трек с жирнющим сэмплом скрипки с арабским вайбом. Не во всех битах ТСБ и ОПТ сэмплы такие жирные и раздутые, но почти всегда это живые инструменты или голоса с вайбом сэмплирования. А тут подложка к скрипке играет что-то типа пэда или браса. А в том месте, где начинается бас, скрипка дублируется на октаву выше. Бас, по-моему, состоит из двух слоёв. Первый это сабовый бас, второй более высокий и очень сильно расширенный, практически без низа. А сам парт баса довольно-таки минималистичный. А бит состоит из кика, жирного контур-снера и снэпа. Ну и ещё пара перков типа развивернутого треугольника, то есть бит тоже довольно-таки минималистичный. А в конце трека есть довольно длинный джерси-клабовый кусок, со значительно более коротким басом и перком звукозатвора. И в общем во всех элементах трека мы разобрались, так что самое время запилить свой тайп. Первым делом нам нужен этнический сэмпл типа вот такого. Этот сэмпл я нашёл в ВК, его можно сразу закинуть во фрутислайз, рудакоп, перетащили. Да он в общем-то и нарезался сразу нормально. Здесь, наверное, сделаю всё-таки ещё одну нарезку. Вот что-то такое, только нужно, мне кажется, продолжительность задрать типа до 150%. И можно попробовать опустить на то, что нужно. Теперь нужно подобрать ноты мелодии, я для этого использую FL-Kids. Почему их нужно обязательно подобрать? Потому что мелодия восточная, в ней не обязательно будет какой-то минор или обычный мажор. В ней может быть, к примеру, арабский скейл, который довольно сильно отличается и от минора, и от мажора. Если ля-минор звучит вот так, то арабский скейл звучит вот так. То есть совсем другое ощущение от него. И поэтому мелодию будем подбирать вручную. Ну или воспользуемся Wave Candy, про который все спрашивали под прошлым видосом. И пусть UK Drill с нами не так долго, как трэп, но он всё равно успел очень ярко вспыхнуть, когда его вернул в жизни Pop Smoke иронично. И в 20-м и 21-м году на Drill биты прыгали вообще все. Тогда мы узнали, что именно на Drill битах Джарахов звучит особенно плохо. А после спада такой мощной популярности, Drill стал значительно более нишевым жанром. Особенно в СНГ, где всегда свежий западный стиль резко появляется в треках у всех, а затем также резко исчезает и остаётся у пары артистов. Так как к Drill иногда возвращаются Arnie и Palagin, но ни тот, ни другой не делают его своим основным жанром. А вот Lil Crystal и TSB с OPT как раз кроме Drill особо никуда не смотрят. И возможно, благодаря этому у них и появился свой звук, а не просто что-то сбаченное с запада. Конечно, можно сказать, что Кристина это что-то сильно похожее на Central C. А треки с дебютника TSB и OPT попахивают лондонским Андером. Но это всё только издалека. А если присмотреться, то у них уже скорее свой стиль. И если тейп со своей варск... 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 Варсквой... И если тейп со своей варск... И если тейп со своим новым альбомом скорее буксуют на месте, то Drill авторы скорее стараются удивить слушателей и дать ему что-нибудь свеженькое. И какой из этого всего можно сделать вывод? Ждём Бандану 2, на которой будет что-то свеженькое, я надеюсь. Мелодия, которую мы подобрали, понадобится, чтобы прописать браз. Потом можно добавить браз-тап из пака Кашмира. Затем церковный колокол, но всё равно придётся подбирать. D-Sharp нормально. Но вот сюда... Вместо развернутого треугольника можно поставить развернутый черчбелл. Для этого его нужно задублировать, реверснуть и, наверное, здесь сделать стретч. И правой кнопкой мышки выбрать один бар, допустим. И прописываем его вот так. То есть, типа, если мы пропишем его вот так, то он отыграет от начала и до конца. А если вот так вот, то он прервётся чуть до вот своего вот этого... Самого последнего. По-моему, прикольно. И всё тут получилось таким серединистым и глухим так, что срочно нужен OTT. Депт, типа, 30% всё равно, как-то всё так глухо. В таких случаях иногда срабатывает такая фишка. Берём декапитатор. Тони смешаем вправо и лоукат увеличиваем. И теперь микс. Вот как-то так. То есть, чуть меньше половины. Но если совсем яркости не хватает, то можно воспользоваться вот этой шайтан-машиной. На брасе я также подрежу низ. Добавлю OTT, но только с дептом в 11%, то есть совсем чуть-чуть. Но он всё равно бубнит, так что можно сделать что-то типа такого. И на брас-табе тоже убавим нижнюю середину и низ. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдёт даже новичкам. То есть, если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и приобретая его в декабре, ты участвуешь в новогодней акции. Где при покупке базового тарифа, ты участвуешь в розыгрыше персонального тарифа. Узнать подробнее о видеокурсе, узнать отличия базового персонального тарифов, а также заказать видеокурс, можно у меня. А ссылка на меня есть в описании и в закреплённом комментарии под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Все драмки я брал из вот этих паков. Первое, что нам понадобится, это какой-нибудь Contour Snare или Head. И на нём пропишем стандартную дрил-партию. Можно вот здесь сделать ускоряшку одну. И к ней можно добавить какой-нибудь вот такой Contour Snare, который будет просто подыгрывать, типа... Да, пару ускоряшек каких-нибудь тоже сделать. Ну и вот какой-нибудь такой лёгенький основной снар, он будет играть в такую довольно типичную партию дриловую. И вот здесь, типа... Ну ещё можно добавить вот такой дополнительный снар, который будет отыгрывать типа в конце партов и так далее. Вот так. Ну и басяц, я ему настроил кроссвейт, чтобы он был бесконечным. Играть он будет что-то типа... Вот так. Типа. Да, похоже, да. Сейчас я буду делать свои любимые заморочки с дриловыми басами. Те, кто давно смотрит мой канал, знают, что я постоянно этим страдаю, но мне так больше нравится. Слайд-ноту ставим на то место, где должна играть нота. Саму основную ноту опускаем на октаву, убавляем её громкость. Потом в конце основной ноты ставим ещё одну слайд-ноту, убавляем её громкость и опускаем на октаву. Для усиления эффекта я их обе продлю. То есть плавный выход по громкости и плавное опускание и по громкости, и по питчу. Плавное опускание, слово придумал новое. Плавный спуск. Но в треке есть второй слой баса, и мы его тоже сейчас добавим. Вот этот сэмпл, просто на него закинем всё то же самое. Чуть не забыл самое главное, кик. И структура. Начнётся всё вот так. Вот эти две последние нотки, мне кажется, круче будут звучать на октаву ниже. Вот он и так у нас опущен на 400 центов, так что мы не можем опустить его ещё на октаву, потому что тогда пришлось бы на 1600 центов его опустить. В рейнджа ставим 12 и опускаем на октаву таким образом. Но сэмплы все стали в два раза длиннее, и чтобы это исправить, нам нужно вот здесь длину, она у нас 150, поставим, получается, на 75. Да, прикольно, мне нравится. В оригинале ещё есть сэмпл на октаву выше, сейчас это тоже сделаем. А здесь уже достаточно просто вместо минус 400 сделать плюс 800. И на этот высокий сэмпл я закину ещё дилей и реверк. Только ещё у нас здесь добавится бас и немножко вот этого. И давайте сделаем джерси кусок. В новый паттерн я скопировал мелодию на FL Keys, и сейчас по ней мы пропишем басец. А если на октаву ниже? К этому всему нужно снэр добавить какой-нибудь, типа вот такой. На стандарт-снэре будет разгон. Теперь добавим всё вот это. Сэмпл можно оставить как есть, а можно на него накинуть кикстарт. На кикстарте есть вот такой подходящий пресет. Возможно, жестковато, если так. С 60% миксом, по-моему, звучит неплохо. Вот такой вид получился первым, переходим ко второму. Трек кристалла встречает нас довольно необычно. Двумя мажорными аккордами подряд. После этого, конечно, идут минорные, но всё равно прогрессия немножко нетипичная для дрилл. Как и в целом мажорная тональность. И вокс чопа звучат довольно прикольно. Первые два такта звучат довольно-таки дёрганно, а следующие два такта уже более плавно, с такими более длинными кусками голоса. Это тоже типа мелодия вопрос-ответа, где первые два такта этот самый вопрос задают, а вторые два такта уже на него отвечают. Тут и база звучит довольно типично. Это немножко расширенный сэмпл, на котором есть несколько прикольных слайдер. Ну и в драмке для дрилла тоже всё довольно типично. Есть стандартные дрилловые хай-хэт с несколькими пробежками. Есть контур-снэр, который иногда подыгрывает хэт. Роль снэра играет лёгенький римшот. И иногда в бонг выступает контур-снэр. И в целом звучание здесь более лёгкое, воздушное и жизнерадостное. И пора писать свой тайп. Только у кристалла электрогитара, а я возьму акустику. Прогрессия будет такая же, как у него, только в другой тональности. На ней будет какое-то простенькое арпеджио, типа... Только ноктаву ниже, наверное. Да-да-да, вот что-то такое. То есть суперпростой арпеджио. Здесь будет вторая часть арпеджио, вот такая типа. И там ещё у него та-да-дан-дан есть. И вот мы сейчас этот та-да-дан повторим. Вот так только. Я продлил эти нотки, чтобы появился вот этот легато слайк. И ещё, наверное, вот здесь нужно нотку добавить. И теперь нужно делать alt-s. И в целом можно чё-нибудь пошатать, как-нибудь велось эти, типа... Как-нибудь слегка. Вот так хорошо. Ну и самое время найти голосовой сэмпл, а где это сделать легче всего, конечно, на сплайсе. Vocal female. Я возьму dry, чтобы не было ревера дилея, чтобы можно было форманты менять без артефакта. Мне нужен вот hooks, потому что нужно, чтобы что-то пелось. Кей ставим major, потому что у нас мажорный лад. И чё-нибудь здесь сейчас найдём. Вот это я выбрал. Нарежем его в битах. Битов получилось слишком много, так что можно потянуть вот за эту строчку с bpm. И сделать пусть будет 32 бита. Наша тональность это ля-мажор, а он в ц-шар-мажоре, так что нужно поднять его на 800 центов. Да, это будет такой бурундуковый голос, но по-моему прикольно. Ну и будем слушать и играть. Да, вот так. Теперь easy to love здесь будет петься. Потом повторим вот вторую часть. Easy to love. Потом снова easy to love. Ну и раз уж ты досмотрел вот до этого места, то подпишись на канал, ведь видос на тебя чем-то зацепил. Так что подпишись прямо сейчас, а мы продолжаем. Теперь сюда сразу попадает панкейк. Вот, потому что он там двигается влево-вправо довольно сильно. И после него идёт дилей. Вот тоже стандартные для меня настройки. Пинг-понг без включенного low-fire. Довольно много фидбэка. В районе 70 с лишним. И вот типа 20 с небольшим. Прям дилей должно быть прям много. И потом реверберация. На гитаре всё один в один такой же, только настройки слабее. То есть и дилея меньше, и ревербы меньше. Но ещё, мне кажется, на гитаре нужно сделать что-то типа вот так. Потом вот так. Только в stereo placement side. И также немножко срезать низ аккуратной полочкой. Тоже в сайде. Вот такой tilt появился, чтобы... Ну и стандартный пар дрилловых хэтов. Типа вот так. Только пробежек вот сюда можно впихнуть. Какую-нибудь пробежечку небольшую. И вот сюда пусть будет. Подпивать ей будет вот такой вот контур снэрок. Да, вот так. Вот такой лёгенький снэр я использую. Тоже со стандартным партом. Только здесь ещё можно вот так сделать. И вот такой вот большой снэр с тамбом я добавлю на вот такие удары. Раз в два такта на последний удар. И дополнительный снэр ещё вот такой. Он будет играть вот тут вот. То есть на таких дополнительных ритмических снэрах. И вот здесь вот, и вот здесь вот. Да, вот именно так она будет играть. Ну и вот такой контур бонго. Вот так, вот так. Бас будет звучать как-то так. Ту-ду-ду здесь будет. Ту-ду. И сейчас я снова буду расставлять слайд нот. На киге я решил использовать тот же самый сэмпл, что в прошлом бете. Вот так. Дублируем я в конце только. Я чуть-чуть переделываю снэры. Бит начнётся с голосовых сэмплов. Здесь будет дрилшот. В этом месте также вступит басец. А к дрилшоту нужно сделать make unique, чтобы сделать его реверс. Так-нибудь вот так, вот так. Да. Здесь какой-нибудь разгон такой. Вот такого. И к нему уже также дрилшот. И нужно make unique на Vox, чтобы сделать его низким. Если мы просто опустим его до минус 400, то есть плюс 800, минус 400, разница одна октава. Если сделать... Можно оставить так, но можно сделать ещё кое-что. Повесить alter boy. И в нём попробовать опустить формант. Вот так. Вот так. И надо будет сделать ему create automation clip на mix level. Только я ещё хочу одну штуку сделать. Давайте make unique 808. И вот здесь мы сделаем туру. Ту-ту-ту. Ну, короче, какие-нибудь бешеные слайды. Это у нас аккорд Е. Правильно? Да, Е. Мажор. То есть какие у нас есть ноты в распоряжении? Е и А-шарп. Б, а не А-шарп. Вот. Вот так лучше всего, да, наверное. Вот вниз, потом чуть вверх. И вот это мы выделяем место. И дрилшот сюда. А потом дрилшот вот сюда ещё один. Вот за эти приколы мне дрил больше всего нравится, конечно. Ну, если совсем опарываться, то вот здесь можно сделать кусочек с ямой. Для него можно взять ещё одну гитару, например, вот такую. На неё скопировать то же самое, что играет наша основная гитара. Только играть она будет через портал. Ещё этому всему подыграет фортепиано. Берём нижние нотки, дублируем на октаву вниз. А это вверх. Вот этому всему Alt-S. Отлично. Сюда тоже портал. Можно ещё вот так сделать. Сейв бас до 500 герц, чтобы оно не бубнило фортепиано. И вот этот мой любимый серванный бас будет играть просто басовые нотки. А контр-бонго можно заставить играть в обычный дрилловый парт. Ну и чтобы уж совсем этот кусок украсить, мы сделаем в гитару вот эту нашу. Только не сделаем плавный выход из лоу-пэса, а потом резкий уход в конце. Только нужно, чтобы этот дистрактор, который всё это срезает, работал только здесь. Чтобы в остальных местах всё играло нормально. И ещё можно ганшот сделать уникальным и опустить. Поставить стретч, рейндж 12 и опустить на октаву вниз. Да, 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 да. Потом разгон и возвращение на нормальный паттерн. Вот такие биты получились. Полные версии битов лежат в моём телеграм-канале по ссылке в описании, либо по кор-коду на экране. А проекты этих битов доступны для скачивания на моём бусте. Снова напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмекингу FL Studio, отлично подходящий для новичков. И сейчас идёт новогодняя акция. Подробности у меня, ссылка в описании и в закреплённом комментарии. И это моё финальное видео по битмекингу в 2023 году. Так что всех с наступающим Новым Годом и жду вас в новом видео в 2024 году. Субтитры сделал DimaTorzok